Привет, друзья! Меня зовут Даша. Я тебе хочу показать одну вещь. Ты не думай, это не расческа. Это волшебная палочка. Она творит чудеса с волосами. В отличие от такой расчески, которая просто избавляет волосы от запутанности, вот эта действительно за ними ухаживает, продает им шелковистость, и они становятся гладкими, блестящими, и вообще прелесть. Вот эта подложка, она из настоящего дерева, а вот эта штука, это она сделана из свиной щетины, ну, конкретно из кабани щетины, уточним, маленько. То есть, для волос вещь просто незаменимая. Я вот, когда стала ей пользоваться этой волшебной палочкой, стала очень часто делать это так. Потому что, правда, волосы становятся сразу шелковистыми, и я когда получила вот эту волшебную палочку, я разделила волосы на две части, и одну расчесала вот этой расческой, а другую вот этой волшебной палочкой. И это был конец дня, я пришла только-только с работы, и волосы у меня были, конечно, запутанно в швейсе немножечко, но вот ту часть, которую я расчесала вот этой расческой, она внешне вообще никак не изменилась. А ту часть волос, которую я расчесала вот этой волшебной палочкой, она просто преобразилась на глаза, в таком ощущении, будто я ее вытянула утюжком просто вот. Я была поражена. Это небо и земля. Причем это земля, а это небо. Эту покупку я сделала под влиянием видео Ирэн Валади, я оставлю тебе ссылку на это видео, чтобы ты тоже прониклась и купила себе такую расческу, если ты желаешь счастья своим волосам. Вот, ну теперь, когда я поговорила с тобой о хорошем, я хочу сказать тебе о плохом. Эту волшебную палочку я заказала на сайте для профессиональных мастеров по волосам, для парикмахер, расскажем прямо, называется магазин, кажется, стайлер-шоп. Я оставлю ссылку внизу, чтобы ты никогда не покупала там вообще ничего. Сейчас объясню, почему. Этот магазин, он просто ужасен в плане доставки, в плане обслуживания. Дело в том, что они не сразу получили мои деньги, то есть там ты оплачиваешь предоплату, и предоплату через отделение Сбербанка. По какой-то причине они не получили сразу мои деньги. Я им, со мной связался их менеджер по литурной почте, и он был просто ужасен. Конечно, он не грубил мне напрямую, не матерился, но тон его письма был просто таким... Я чувствовала себя не клиентом, который заказывает за свои деньги какие-то вещи, я чувствовала себя человеком, который пришел просто в налоговую. Если ты была когда-нибудь в налоговой, и ты знаешь, что там себя чувствуешь просто рабыней на плантации какой-то, и тобой понукают жестокий хозяин с плеткой. Жуткая аналогия, но... Так о чем я? Вот когда общаешься с этим менеджером, то чувствуешь себя, как будто правда пришла в налоговую. Вот такой тон письма, простой ужас. Хотя он не грубит прямо, повторюсь, не матерится, ничего, но это во-первых. Во-вторых, я хоть им и прислала... отсканированный квиточек, ну вот этот есть, который у меня остался после оплаты, они признали, что все реквизиты указаны верно, но денег нет. И они меня заставили пойти и взять историю платежки, кажется, это так называется. Неуверенно. За это мне пришлось заплатить дополнительные деньги. Не бог весть какие, но неприятно, что помимо того, что я заплатила деньги за товар, за его доставку, так еще и я должна платить деньги за то, чтобы они мне просто выслали наконец уже этот товар. Ладно, черт с ними. Получила я эту историю платежки, или как она там называется, отправила им. И я планировала где-то это все происходило в начале июня или середине июня. Не буду врать, я уже не помню. Факт в том, что я ожидала получить самое позднее, к середине июля, эту посылку. И что же ты думаешь? Я ее получила буквально пару дней тому назад. Что они делали все это время? То есть я посмотрела на посылки на дату отправки, это было 17 июля, то есть та дата, когда я примерно уже ждала эту посылку. Где-то в первых числах июля я им отправила скам историю платежки, чем они занимались две недели. Почему я ждала эту посылку почти месяц, может быть даже больше, чуть-чуть. Шла первым классом она. В общем, это ужас в плане доставки и в плане общения с менеджером, с их. Поэтому я тебе очень не рекомендую когда-либо обращаться в этот магазин. Вот. Ну, на этом у меня все. Я с тобой прощаюсь. Я тебе желаю, чтобы твои желания исполнялись быстро и без всяких препонов. Всего тебе наилучшего. Пока.